Фирма Феррейн и фамилия Брынцалов сегодня известна многим россиянам. 1 ноября Игорь Юрьевич Брынцалов был зарегистрирован как кандидат депутата Государственной Думы по Пушкинскому 113-му избирательному округу. Более 10 тысяч жителей Подмосковья оказали ему высокое доверие, отдав свои подписи за выдвижение Игоря Юрьевича в кандидата. Игорь Юрьевич Брынцалов родился в 1971 году. Родители родом из города Западная Двина Тверской области. Игорь Юрьевич отлично закончил техникум, затем инженерно-строительный факультет Политехнического института. В настоящее время продолжает образование в Российской Академии Государственной службы, работает на диссертации по вопросам законодательного обеспечения возрождения национальной экономики. Свою трудовую биографию начал на заводах Ферейн, где прошел путь от экспедитора до председателя Совета директоров предприятия Брынцалов А. Он возглавлял строительство одного из крупнейших в мире заводов по производству инъекционных препаратов, который значительно укрепил лекарственную безопасность России. Сегодня на территории предприятия объединения Ферейн Брынцалов Игорь Юрьевич провел свою пресс-конференцию. На этой конференции собралось около 30 представителей СМИ Подмосковья из Балашихи, Реутова, Железнодорожного, Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска. Игорь Юрьевич ответил на вопросы журналистов. «Поздравление – это, конечно, первый шаг такой. Я его так назвал. 5% проделанной всей работы, хотя оно так нервами далось, потому что мы и вы, как средство массовой информации, в курсе всех этих избирательных технологий, которые последние уже полтора года осваиваются на подпространстве бывшего СССР, где протекают выборы, в том числе и наигрезнейшие, грязные технологии. Вот мы немножко столкнулись с такой проблемой, так как по ряду причин, из-за того, что я иду еще от партии русско-социалистической, мне пришлось зарегистрироваться чуть попозже, после того, как партия все свои регламентные процедуры сделала. И мне пришлось после этого только собирать подписи, поэтому затянулся срок регистрации. А в этот период… Но здесь я должен добавить, Игорь Ильич, что за полторы недели мы собрали 15 тысяч голосов. Это говорит о том, что массовая поддержка у нас есть. Это важно. Поддержка, естественно. Я являюсь депутатом Московской областной думы. Я не просто числюсь, а работаю и с населением, в частности, в своем округе Балашитинском, поэтому меня многие знают. Кроме того, он вкратце рассказал о деятельности предприятия «Бронсалов-А». Сказать, что это, прежде всего, объединение предприятий. Не будем скрывать, что входит ликероводочная промышленность в наше объединение, как фармацевтическая, ликероводочная, текстильная промышленность. У нас есть представители текстильной промышленности, сельского хозяйства, виноделия, виноградорский комплекс. Почему об этом тогда не говорят? Да, выпускаем водку, да, платим налоги, да, создаем рабочие места. Выпускаем этот продукт качественный. Качественный, надо не забывать. И имеем опыт выпуска этого продукта, потому что уже более семи лет выпускаем этот продукт. Водка – это национальный продукт. Почему о нем нельзя вообще говорить в калече? Ну, нельзя людей отодвинуть от употребления этого напитка, потому что Горбачев один раз отодвинул, и мы видели, что с этого получилось. Бюджет, наполнение бюджета – раз. А второе – начали отравление получать больше, чем в Афганистане людей погибло от того, что употребляли всякие генатураты и тому подобное. Мы решаем этот вопрос, выпускаем качественный продукт, создаем рабочие места и платим налоги. Вот что я могу ответить на этот вопрос. Это одно из просто подразделений нашего производства, от которого мы не хотим открещиваться, потому что оно было основано, является градообразующим предприятием в том городе, где он находится, в городе Электрогорске. Более трех тысяч работающих, извините меня, из 12-тысячного населения города. А вообще оно по объему выпуска, ну вообще общего продукта, товарооборота нашего предприятия составляет всего 5%. Так что давайте концентрировать вопрос вокруг водки. Да, будем обсуждать, что водка. А почему не говорить, что 95% нашего оборота составляют лекарства, и вообще 15% рынка России, наши препараты, выпущенные за обранцалов А. Игорь Юрьевич сейчас является депутатом Московской областной думы, хорошо зная проблемы региона. Игорь Юрьевич, Вы являетесь депутатом Московской областной думы. Что, какие причины побудили Вас баллотироваться в депутаты Государственной думы? Депутаты Московской областной думы считают, что по нашему округу, я в этом именно избирательном округе и живу, и являюсь депутатом. Я считаю, что сегодня, по моим личностным понятиям, как избирателя этого округа, находится человек недостойный сейчас занимать это место. Поэтому я пошел на выборы в раз. А второе, я хочу представлять интересы своих избирателей именно в Государственной думе, а не в областной думе, и решать проблемы, связанные именно с вопросами государственной важности. Потому что мы сегодня докатились до того, что у нас Дума стала до того политизированным органом, не законотворческим, а политическим органом, который именно почему-то политический вопрос с отставкой президента, ситуацией в стране, и вот это все вокруг вот этого крутится. Дума должна делать законы. Вот если Вы помните ту предвыборную кампанию и эту, лозунги одни и те же. Снизить налоги, поднять промышленность. Что за четыре года ни одного закона не сделано, которые бы снизили налоги? Один раз, второй подняли промышленность, два. Это две первые составляющие. И увеличили зарплату среднюю, минимальную и пенсии. Это все основные составляющие, которые надо решить, чтобы хотя бы заработало государство и промышленность. А потом все остальное решать. Даже этого ничего не решено. Все переведено в политику. У нас все сегодня первые лица фракции это политические люди. Они даже не хотят о законотворчестве разговаривать. А их подопечные ударили вслед за ними. По митингам, по шествиям и так далее и тому подобное. Сидите в комитетах, работайте, создавайте законы. Вот этим надо заниматься. Поэтому и пошло. Какой бы основной эффекты вашей избирательной программы? Конечно, реформы вообще промышленности, экономики. Это снижение налогов, увеличение заработной платы, в частности. И пенсии, и бюджетных организаций, которые зависят от этого всего. Конечно, посмотреть там по приватизации много вопросов. Все, что связано с экономикой страны, включено в мою программу. Именно экономические принципы, прежде всего, сегодня у нас проблемы государственности. Остальное все политическое можно вот так отчеркнуть, бросить это все и решать потом. Когда мы заведем тот самый маховик, который сделает несколько оборотов, терет эту старую налетевшую пыль, и появится масло, и работа будет вот этой детали рабочей. Прежде всего промышленность. Без промышленности мы никуда. Любое государство, не имеющее свою развитую промышленность, является предатком другого государства. Мы сегодня стремимся, чтобы стать, явно стремление у нас показывается, чтобы стать предатком известно какого государства. Вот это самое страшное, и вот над этим я хочу работать. И на этом основана вся моя программа. Ну а социальные вопросы? Социально естественно, естественно. Я сказал, что первые вопросы, которые... Социально же оно без этого никуда, потому что предприятия платят налоги. Откуда берутся? Деньги с воздуха не печатаются. Напечатаешь больше денег, вы знаете, что будет. Инфляция будет. Деньги прежде всего берутся, что предприятия работают, создают рабочие места, платят заработную плату, платят налоги и развиваются. Только тогда появляются какие-то дензнаки. А так Центробанк их в оборот не может просто так. Хотя у него такое право есть, но вы знаете, когда они пользуются этим правом, к чему приходим мы с вами. Компания работает над тем, чтобы создать мощную отечественную фармацевтическую индустрию, способную насытить отечественный рынок лекарствами, отказавшись от покупок медикаментов за рубежом. Последним достижением работников предприятий Феррин является отечественный инсулин. Цех построен, порозливая инсулина, это длительная программа была с Новонордисом. Таким способом построили какой-то уникальный завод. Мы забрали у них технологии. Сегодня мы единственные в России, кто владеет технологией производства человеческого инсулина, синтетического инсулина и животного инсулина, который имеет Новонордис один в один. Мы умеем делать, знаем, как это делается. Проблема в субстанции упирается. Субстанцию мы сейчас еще имеем, но ее достать все тяжелее и тяжелее. Такой законопроект мы в Московской областной думе сделали об инвестициях и строительстве такого предприятия на территории Московской области. И в такой инвестиционный проект включилось наше предприятие на территории города Электрогорска, Московской области, Павлопосадский район. Уже создан проект, разработан проект, который стоит около 86 миллионов долларов. Совместно с немецкими разработчиками будем строить производство субстанции, то есть кристаллическая форма инсулина, из которой и делается сам инсулин. Проблема, конечно, жизни и смерти в нашей стране, потому что от 7 до 8 процентов у нас с сахарным диабетом болеют, сниженозависимые люди. Но государство не хочет обращать на это внимание. Мы все это делали за свои средства, решая государственную проблему. И проблему вообще, как говорится, государственной важности и вообще стратегической важности в нашей стране. Потому что это очень большая и весомая задача. Потому что если нам кто-то решит не поставлять инсулин, вы можете понять, что в один прекрасный день мы решим жизни 8 процентов населения. Сегодня у нас на складах лежит инсулина на 20 миллионов долларов. А государство потратило в этом году 200 миллионов долларов на закупку инсулина у фирмы «Нова Нортиз», у «Лилили», у «Хёкста». И мы подали, оспорили это действие в прокуратуру. Хотя уже деньги потрачены, инсулин завезен, раздается. Ну что поделаешь, если у нас такие деятели, которые тратят деньги неизвестно кому и неизвестно для кого, но, извините меня, нам бы эти 200 миллионов долларов, Бог, как бы не помешали. Это бы колоссальный просто толчок для нашего производства был. Я повторю, что если нам дать немножко госзаказа, то эти мощности так заработают, что тут надо будет экологический фон проверять. А качество, извините меня, у нас все сертифицировано по GMP. Это международный сертификат качества. Ежемесячно, не ежемесячно, а полугодично приезжает комиссия, которая подтверждает этот сертификат качества. А он дает право продавать страны Западной Европы и США, то есть в развитые страны мира. И это о том и говорит, что плохого качества от нас ждать просто не следует. Мы уже имеем марку, имеем марку качества, имеем специалистов, которые знают, как это качество поддерживает. В последнее время во многих городах Подмосковья появились аптеки, на вывесках которых указана Ферин Бренцалов. Если сравнивать цены на лекарства здесь с ценами в других аптеках, то окажется, что в аптеках фирмы Ферин лекарства стоят раза в два дешевле, чем везде. Систему аптек наше предприятие будет развивать, делать. Первая аптека открылась в Балашихе, сейчас в железнодорожном будет уже подыскано помещение, там будут строиться аптеки. Что это влечет? Те наши препараты, которые по прайс-листу отпускаются, будут по той же самой цене в аптеках. Пример простой. Аптека на 2-й Балашихе сегодня имеет товарооборот равный центральной аптеке города Балаших, которая работает круглосуточно. То есть люди все знают порядок цен препаратов, идут туда в аптеку, знают, что там уже в два раза дешевле, нету этих накруток, нету ничего. После пяти часов очередь. Две кассы пришлось сделать. Товарооборот очень колоссальный. И я намерен сделать эту сеть аптек по московской области. Социальная аптека. Игорь Юрьевич считает, что без возрождения русского народа, без возрождения Подмосковья, без всестороннего развития его потенциала, творческого, интеллектуального, духовного, без сохранения и возрождения здоровья наших людей, невозможно и будущее развитие многонациональной России. Субтитры создавал DimaTorzok